Депутат Окружной Думы Людмила Иванова провела прием по личным вопросам. Предварительно к ней записались 4 человека. И надо сказать, что вопросы, с которыми пришли люди, были весьма разнообразными. Напомню, активную череду приемов по личным вопросам в Ноябрьске в этом году инициировал председатель местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Белкей. 74-летний пенсионер Владимир Корчевский просил депутата посодействовать в том, чтобы ноябрьское отделение пенсионного фонда оплатило ему перелет по дубликатам билетов, так как оригиналы оказались утрачены. Справки, подтверждающие, что Корчевский действительно летал есть, но брать их во внимание специалисты пенсионного фонда отказываются. Вы заявление напишите, пожалуйста, я со своей стороны на уровне округа сразу же выйду. Хорошо? Хорошо. Я думаю, что все будет нормально и хорошо. Тем более у вас все документы в порядке. Еще одна проблема, отданная на откуп местных специалистов, медико-социальной экспертизы, не позволяет 12-летнему Димиру Денко получить инвалидность. В результате несчастного случая мальчик потерял глаз и два раза в год в Тюмени ему меняют протез, который стоит 14 тысяч рублей, плюс проезд и проживание в другом городе. Мама Димы объясняет депутату, что инвалидность, как минимум, сделает протезы бесплатными. Даже кропотливая работа все-таки, это что индивидуально делать, и подпилить надо, и подтачивать, чтобы глаз не давило. Если это будет давить, она будет слезиться, будет боль. В областном медучреждении дети с таким же диагнозом, как у Димы, имеют инвалидность, говорит мама мальчика. Почему в Ноябрьске ее получить нельзя? Людмила Иванова обещала выяснить. Коснулась, говорю, спорта, спортивных каких-то мероприятий, нам педиатр везде поставил кресло, кроме плавания. Никуда ничего нельзя. С выше трех килограмм поднимать нельзя, падать нельзя, это нельзя, это нельзя. И в то же время он здоров, что ли? Да, никакой инвалидности. Сейчас медико-социальная направленность идет именно не по заболеванию самого, а насколько он может себе. У него ограничен обзор, у него ограничено все то, что связано именно с деятельностью, он не может в полной функции выполнять то, что ему необходимо. Поэтому сейчас направленность идет не по заболеванию, может человек и болеет довольно серьезно, но если у него все нормально, он может себя обслуживать, то есть тут как бы инвалидность ему не полагается. А если есть нарушение какое-то функционирование, тогда это уже идет, вот именно такие вот проблемы возникают. И последнее, чем ноябрьцы озадачили Людмилу Иванову, это отсутствие в городе трех и пятитонных контейнеров для отправки грузов. И это в то время, когда округ активно переселяет своих ветеранов за пределы Ямала. От активной позиции жителей зависит дальнейшее исполнение его. Не сидеть в кулуарах и на кухне и плакаться, что все плохо, а прийти и сказать, вот так плохо, и как можно решить. Слава Богу, вопрос потихонечку решается. Поэтому трех на пяти тонны, я думаю, что контейнеры, это просто необоснованные от кассы. Я понимаю, что это как бы тоже определенные компании и все остальное. Но думаю, что Ирина Васильевна, если надо, мы пригласим их сюда, пригласим железнодорожников, спросим, надо ли на Москву выйдем. Уже после личного приема Людмила Иванова рассказала журналистам, о чем шла речь на совещании с представителями местного отделения партии «Единая Россия» и приглашенными на встречу представителями малого и среднего бизнеса. Кроме того, окружной депутат подчеркнула важность и значимость идеи создания в Ноябрьске единого комплекса поликлиник с диагностическим центром и даже внесла в эту идею свое предложение. Естественно, что городу Ноябрьску уже созрела такая необходимость построить необходимое и развитие не только поликлинического звена, но и диагностического центра. Есть такое предложение, вот я предложила, просмотрите варианты по межмуниципальному центру. Сейчас это учим, как рядом находится Муравленко, рядом находится Губкинский. Это сейчас такое направление, это приветствуется и на уровне предложения губернатора и его команды, именно чтобы это было усовершенствование предоставления качества услуг. Кроме того, в зоне особого внимания депутата работа народного контроля. Причем, по ее мнению, здесь надо активнее включаться самим жителям города. Татьяна Заозерная, Ирина Потехина, Антон Владимиров. Новости нашего города.